всем привет вы на канале хамстер трейдер сегодня 20 мая и мы рассмотрим сегодня только биткоин другие криптовалюты не будем рассматривать потому что сейчас такая ситуация что все внимание на bitcoin и куда пойдет bitcoin туда и пойдет естественно вся альта давайте посмотрим что здесь произошло то есть раньше у нас формировался вот короносторонний треугольник то есть на четырех часовом интерфейме он принципе хорошо себя отрабатывал рисовал но как видите он вроде якобы пробился вниз это пробитие якобы было ложное теперь а вчерашний вечер у нас произошло довольно таки активное движение вверх но здесь как вы видите начинает это все дело тормозится и рисуется плохие паттерны то есть на четырех часах у нас произошло пока что эта фигура не ясно нужно дожидаться как закроется у нас следующая 4 часовая свеча она закроется у нас через три часа аж то есть она только началась если естественно так 4 часовая свеча закрывается делом вот так вниз тогда у нас это можно отнести как я здесь есть пин-бар вот такого с длинным здесь длинной тенью которую поглотили это говорит о том что скорее всего может начаться разворотное движение вниз и она будет за вот этот вот лой за этот вот уровень потому что здесь стоит огромное количество стоп лоссов вы и ликвидации а их не собрали это значит что говорит сигнал на снижение первым второй вариант момент можно протянуть нижнюю границу вот так вот смотрите 1 1 вполне себе такое возможно то есть неплохо неплохо получается так же самое равносторонний треугольник такой вот замануха якобы он пробился вниз и сейчас начинается рост а что здесь мы видим здесь у нас произошел резкий подход к верхней границе треугольника якобы вот здесь консолидируется так же самое мы видим ложное пробитие этого треугольника вверх то есть каких-то стоп лоссов уже здесь собрали а шартистов то есть те люди которые шартили вот этого движения на пробои брали на смотрите здесь многие брали на пробои и теперь их принципе собрали возможно кого-то не до конца собрали потому что кто-то сюда прятал стоп лосса их не до собрали и здесь у нас стоп лосса стоят ответственно их не собрали но тем не менее какую-то часть сбрели если в принципе пойдет реальное снижение вниз а истинная вот тогда тут ангисты будут терпеть потому что здесь огромное количество стоп лоссов и в принципе вот здесь на всех уровнях у нас неплохо стоит так стоп лоссов их могут собрать и могут цену даже опустить сделать перелом вот этого минимума если цена все-таки пойдет вниз то есть пойдет до сюда стоит ли брать лимитниками лонги вот мой сейчас такой совет лучшие лимитниками сейчас ничего не подбирать а просто наблюдать за ценой и смотреть что будет у нас происходить в моменте здесь будет реальный разворот какой-то водку пойдет или здесь пойдет вот такой вот сейчас слив будет видеть что-то какого-то флага или медвежьего флага вымпела или клина да и пойдет дальнейшее снижение такое тоже вариант возможен вариант такой вполне себе возможно это будет тогда слив а я конечно же еще остаюсь на обычной стороне потому что меня здесь или нарисован давайте отдалимся на дневку сейчас смотрите у меня здесь вот такой вот клин то есть он до сих пор еще актуален потому что он не пробит ни в одну ни вторую сторону а если же цена пойдет вниз даже если это проколит все дело резким сквизом ну неизвестно докуда сквиз тут ничего не ясно потому что здесь бездна пусть и спадать может быть 24 может быть 21 20 здесь вообще никто ничего не понимает и не знает поэтому если цена пойдет сквизить неизвестно докуда будет сквиз но если будет сквиз и на дневке цену быстро поглотят и тело свечи на дневке в принципе она будет выше в рамках этого нисходящего клина когда ситуация будет супер быча тогда можно будет строго брать лонг и соответственно дать а ну там уже на какие-то цели хотя тут хотя тут может быть еще и вот такое какое-то движение но тем не менее это будет сильный сигнал на лонг если будет прокол и быстрый то есть выкуп это будет классная ситуация если же мы на дневке закрепляемся ниже этого клина на дневка закрепляется но это все и на ребята это все это по ходу там долгие мучительное падение консолидация где-то там на не в лаях когда здесь уже то есть каком-то ланге стоит скорее всего забыть а такая ситуация если же все-таки нас пустят да и цена здесь поконсолидируется и будет отбиваться тоже будет неплохой еще в принципе с этап на лонг потому что мы будем в рамках нашего нисходящего клина давайте посмотрим наши осцилляторы давайте принципе нефть их посмотрим на дневке у нас ситуация опять же бычья мог где показывает а сигнал на лонг у нас уже видите осциллятор переходит в зеленую плоскость у нас линия могде снизу вверх она пересекает сигнальную линию принципе это сигнал на рост это круто так же самое россия у нас может рост показывать не стахастику нас принципе на рост ситуация на дневке классная но опять же хочу заметить что у нас на дневке нету никаких расхождений то есть конвергенцию нам не отрисовали поэтому все возможно что могут устроить прокол сделать перелом потом с быстрым выкупом в этом случае у нас и россия а он чуть-чуть опустится и пойдет вверх то хаосик чуть-чуть опустится и пойдет вверх и в принципе магди тоже может могут показать у нас расхождение когда я у это будет крутая ситуация я бы в принципе хотел чтобы сделали прокол и тогда можно будет с уверенностью там 95 процентов говорить о том что у нас ожидает дальнейший рост довольно таки активный рост если это классный будет сигнал если же здесь будет дальше какую-то мять мямли туда-сюда ты такое будет плохая ситуация могут опять вверх вниз вот так вот разносить какой-то боковик при том что он еще и узкий нас есть верхняя граница этого боковика это примерно 31 500 грубо говоря и нижняя граница его 28 600 примерно конечно границы могут расшириться вплоть до 32 500 ну и в принципе 26 там 27000 но тут не нижняя граница на такая неясная потому что по разным биржам разные сквизы например binance bit finex примерно 26 700 а есть у нас другие биржи вот например битстамп битстамп падал у нас до 25 400 к нбс еще ниже вроде падал да смотрите тут был сквиз 25 300 примерно то есть по всем биржам нас разные ситуации поэтому а также самое сквизы могут быть тоже разно если все-таки туда будет опускать давайте посмотрим еще какие-то варианты варианты от варианты еще можно вот так вот рисовать канал то есть у нас есть здесь нижняя линия канала и сверху она четко к здесь ложится то есть может быть вот такое вот мурыжево вниз пошли делали перелом вот этого а потом опять вверх пошли там здесь можем пробиться вот так то есть могут и вот так вот нас здесь еще гонять в принципе это будет такая печальная ситуация но тем не менее смотрите тоже можете покинуть вот такую линию снизу и смотреть если все-таки цена пойдет вниз она пойдет вот так вниз якобы пробьется это все дело сделает перелом соберет стопы ликвидации вот здесь а и потом развернется пойдет вверх тоже крутая ситуация тогда можете брать лонг опять же можно брать лонг принципе можно брать здесь тогда лимит никами да и если вы хотите уж то горячие с каким-то стопом аж ниже 28 нужно делать 27 по 700 хотя я был не лимит никами низ не набирался здесь потому что не движение вниз она может быть отсюда но может быть до 28 тоже уровень сильный у нас есть она может опуститься 27 с половиной примерно или 27 и ниже а поэтому не ясно но тем не менее если у нас цена становится на нижней границе там нисходящего канала это примерно будет вот у нас 28000 группа говоря плюс минус есть может не дохода 28 то есть будет сбор этих вот стопов от вот 28 600 и есть вероятность что цена потом отобьется пойдет верхние границы это здесь сделает рт с 28 600 пробьет и соответственно там уже рост тогда будет верхняя граница нашего боковика это может быть 31 500 или даже 32 500 может цена дойти то есть вот такой сценарий развитие ситуации то есть если здесь где-то дадут лонги фиксируйте частями вот на этих сильных уровнях можно даже взять какой-то промежуточный уровень здесь и частично тоже фиксировать от все дело а следующий вариант событий смотрите на четырех часах у нас принципе ситуация выглядит довольно таки неплохо нужно наблюдать за вот этой консолидации если цену здесь удержит и цена продолжит так консолидироваться то есть до вечера до открытия фонды а если мы ниже сейчас не дадут о цене упасть тогда будет текущих пробой может быть импульсное движение докуда могут быть цели в данном случае давайте замеряем а тут тогда можно брать разные варианты если взять полностью например треугольник полно то есть большой да у нас цели могут быть вот район 35 35 тут плюс-минус 36 то есть она может дойти если взять более-менее консервативные цели небольшой треугольник и как-то не по больше его части тем не менее 34 тут с копейками тоже цена может дойти запросто то есть нужно смотреть что будет происходить здесь также можно попробовать нарисовать такую вот трендовую вот здесь небольшую сейчас перейду на другую графику меня здесь нарисовано уже все вот это трендовая можно и вот так вот очертить здесь и наблюдать что здесь будет происходить также обратите внимание на горизонтальный объем а горизонтальный объем у нас как раз рисуется четко по уровню 29 тысяч пятьсот долларов то есть это тоже хороший уровень поддержки у нас значит что я думаю цена может принципе вот так вот понемножку сюда упасть до после чего вот так начинать подниматься это тоже тогда будет очень сильный бычий сигнал и можно будет тогда брать с текущих лонг ну естественно цели там 34 35 тысяч я думаю скорее всего мы добьем на этой неделе запасно у нас только пятница за три дня мы можем bitcoin может как раз показать вот такой вот хороший рост а а поэтому лучше наблюдать за биткоином и действовать уже по ситуации то есть сейчас если у вас нет позиции лонгов а не влетать и в принципе шарты сейчас рассматривать нужно подтверждение нужно подтверждение чтобы 4 4 часовая свеча закрылась а хотя бы плательна чтобы был пролив хотя бы 29 800 чтобы она телом перекрыла вот эти вот две свечи тогда это в принципе будет а сигнал такой медвежий есть вероятность снижения нос с шартами аккуратно стопы ставьте тогда короткий за этот фитиль и все если вас выбивает тогда не нужно шаркать когда не шаркать и даже при каком-то импульсе вверх шарты больше брать не нужно лучше бы здесь лонги рассматривать я говорю но здесь нужно наблюдать за ценой как будет действовать или она с текущих консолидация уйдет вверх или идет через такую небольшую коррекцию и потом вверх ну или мы вообще вот идем ниже на какие-то уровни и здесь уже нужно будет сотреть по ситуации и спешить ирая горизонтальный объем давайте посмотрим на индикаторы на четырех часах на четырех часах у нас где показывает рост но вот начинает немножечко ведь у нас светло-зеленый столбик появляется говорит о том что то он может уже закругляться о россия россия принципе неплохо пробила 50 процентов и так сверху пытается закрепиться это принципе бычий сигнал но стахастик у нас подошел к верхней границе 73 процента 76 74 сейчас находится а он как видите закругляется в принципе сигнал на шорт поэтому на четырех часах мы можем как раз вот так запросто отрисовать такое вот дело когда у нас bitcoin кассу пойдет сюда 28 или может запросто туда скатиться или так же самое стахастик в принципе если bitcoin даже отсюда где-то отобьется и пойдет вверх в принципе запросто стахастик может улететь вот сюда в зону 90 процентов запросто то есть это без проблем поэтому четыре часа в принципе такая нейтральная вот она падение указывает что-то может даже продолжить расти в общем так я бы сказал нейтрально если посмотрим на часики а на часики у нас ситуация противоположная макди показывает снижение показывает уже под шорк у нас и россия и а смотрите россия и стахастик тоже они смотрят вниз но обратите внимание у нас уже здесь дивергенция образовалась а у нас максимум повышается но на магде столбики они понижаются также самое у нас видно на россия расхождение дивергенция и на стахастике дивергенция это в принципе указывает на дальнейшее снижение но как я и говорю обратите внимание на стахастик он принципе может раз уже начать отрастать то есть достаточно сделать биткойна вот такое движение как стопастик покажет зайдет зону перепроданности и уже покажет рост так же самое у нас мог где чуть-чуть еще покажет красное и потом запросто но может пости то есть она обнулил она уже обнулилась магде принципе будущем то есть к вечеру уже может показать у вас запросто россия также сам просто тоже может чуть-чуть снизиться и потом зайти в зону перри купленности запросто то есть наблюдайте за ценой вроде стекущих сейчас показывается шорт но лучше наблюдать за ценой как это все будет действовать сюда до вечер потому что вечером будет открытие фонды и там у нас будут какие-то движения или как вариантом по ходу действия уже залетать но не спешить если вы не в позе не спешим смотрите фьючерс и примаркет у нас позитивный сейчас зелененькая якобы все кроме европейских акций они что минусуют а остальные у нас типа показывают такое немного рост кредитное плечо опять начинает расти своде здесь остудили опять пошел рост у кредитное плечо не утихает его пока не сбреют нормально но ничего хорошего не будет а дальше посмотрим стаканы по стаканам обратите внимание это сейчас биржа бинанс а смотрите что происходило вот здесь на снижение у нас был реальный слив у нас двое суток а были сильные продажи практически ни одного часа не было с инициативой в лонг то есть вы его и лонг это у нас спотовый рынок инициатива и покупок то есть в основном был слив конкретный а сейчас у нас после довольно таки покупки то есть иногда видите зеленые кругляшки точки то есть это уже говорит о том что у нас преобладают покупки то есть это позитивный сигнал то есть начинают уже больше активизироваться покупатели так же самое и на битфайникс и посмотрите у нас здесь был слив он конкретный ведь он на всю красное здесь здесь столбики красный есть огромные шары это говорит о том что были сильные продажи то есть а здесь у нас начинается уже зеленые такие довольно крупные точки это говорит о том что преобладает покупатели это как бы положительный сигнал на рост а по стаканам у нас есть поддержка на битфайниксе мы видим конечно же есть давление такое 50 50 манипуляция а так же самая идет манипуляция по бинансу есть поджатие сверху есть поджатие снизу плюс у нас довольно таки как видите есть лимитники на покупку 29 28 с половиной примерно зона 28 ну вот смотрите сами 27 26 500 то есть есть поддержка есть покупатели но тем не менее аккуратно а по лон шорт коэффициенту есть позитив сторону быков из как вы видите у нас шорты начинает набираться активно то есть у нас лон позиции сейчас примерно 53 процента и short 46 там с копейками как видите то есть это позитивный сигнал говорит о том что принципе платься в сторону быков и могут выносить шортистов дальше этому шортить в принципе нежелательно но тем не менее какое-то локальное еще снижение можно или досюда или даже досюда то есть нужно наблюдать просто за ценой и по ходу действия уже предпринимать какие-то меры а также самый момент который мне не нравится смотрите цена только что доходила здесь максимально тридцать тысяч семьсот шестьдесят девять а здесь максимум тридцать тысяч семьсот семьдесят семь долларов то есть мы чуть-чуть даже не дошли то есть не говоря уже о том что цена сделала перехай то есть реально мы не перебили не дошли до этого максимума чуть-чуть это говорит тоже о плохой ситуации о том что принципе мы даже не пересделали перехай до опять у нас очередной лол и это тоже говорит о том что принципе цена может сделать так же самое выйти за этот лол так как у нас есть здесь восходящий тренд у нас есть раз два три импульс и есть импульс на снижение 1 2 3 4 и может быть 5 импульс на снижение в принципе вот это ожидаемо потеку волновой теории у нас у волновой теории мы можем еще снизится ниже имейте это ввиду то есть как раз это снижение может быть до добивания вот этих лангистов потому что движение было очень резким несмотря на то что пошла консолидация под уровнем но это такое себе дело здесь мы видим фитиль тоже нехороший поэтому можем еще сходить вниз и еще собрать наших лангистов а еще один момент который мне не нравится на бинансе несмотря на то что набирается шорт позиции у нас ставка финансирования все равно положительная видите 1 сотый процент то есть это плохо пока у нас не будет минусовая ставка нормального роста не будет нужно нужно минусовая ставка а сейчас вернемся немного прошлое посмотрим здесь ситуацию как происходило вот очень очень хорошая наглядная подобная ситуация нас демонстрирует вот такое движение максимумы понижаются да вы соответственно минимум понижается и вот мы сейчас находимся я предполагаю где-то вот здесь то есть мы сейчас можем еще понижаться вот так вот могут помучать могут куда-то опустить там нашем случае например 27 или даже ниже вот так вот по консолидироваться могут такое же самое показать нам а кстати что здесь происходило в этой зоне а ставка финансирования была отрицательная то есть уже вот здесь ставка финансирования отрицательна и тем не менее мы продолжали снижаться шарты конкретно набирались а и мы все равно снижали снижались то есть этих шартистов принципе не трогали им давали а как бы заработать ну и плюс было интересно набрать шар позиции и дальше уже произошел вот этот вот а конкретный поход вверх у нас набирались а шар позиции но все равно цена понемногу по не могу так то есть мучительно снижалась вниз какими киты небольшими отскоками но тем не менее снижение происходило имейте это ввиду принципе ситуация может повторяться плюс мы видим да у нас проблема максимумы понижаются а теперь идем обратно сюда как видите максимум у нас понижается это плохо да и принципе минимумы тоже могут сейчас понизиться и сможет быть так же самое что-то вроде нисходящего треугольника смотрите точно папа если это будет нисходящий треугольник ведь если это будет вот такая ситуация давайте замерим цели по этому нисходящему треугольнику а цели по этому нисходящему треугольнику могут быть о там 25 тысяч долларов давайте немного консервативные возьмем например отсюда все равно жесткие цели там ниже 26 тысяч долларов но сушки это печально если такое будет мы зайдем под а нижнюю линию нисходящего клина это будет плохо то есть я все-таки еще надеюсь что здесь как-то цена удержится покажет рост я не готов не готов идти я думаю о позитиве ну то есть вариант такой тоже возможен то есть мы можем сейчас и нисходящий треугольник отрисовать в общем наблюдать лучше за ценой и по ходу действия уже предпринимать какие-то решения давайте посмотрим на s&p 500 а если 500 у нас если не удержит уровень 3857 следующий уровень поддержки 3730 отдалимся вот сильный уровень у нас а вполне s&p может туда еще пролиться а дальше nasdaq nasdaq тут более по на знаку ситуация получше смотрите у него есть нисходящий канал и nasdaq до нижней границы нисходящего канала осталось совсем совсем немного как раз тут и уровень сильный у нас есть 135 а поэтому по на знак он сейчас нужно на ним наблюдать если мы все-таки сквиза нёмся вниз до до нижней границы нисходящего канала тогда уже будет есть шанс отрастать фонде а также вы этом же самое у нас и s&p 500 он может немного снизиться в принципе тут показывать какой-то отбой это будет положительный также сигнал о индексу доллара а смотрите я в прошлом видео говорил она так и случилось а принципе индекс доллара он пробился вниз она сейчас мы видим начинается расхождение уже на здесь минимум понижаются здесь минимум и повышаются хасти в принципе нейтральный но россия и он показывает конвергенцию ну и помогди принципе так же самое здесь может быть рост то есть мы сейчас можем по индексу доллара а как вариант немного кольнуть сюда и принципе пойдет рост это тогда тоже у нас сигнал на продолжение снижения то есть еще может быть какой-то день-два там снижение или это заморочка а дальше нужно будет смотреть по ситуации а в общем мнение по рынку пока не ясно и кто-то кричит уже за to the moon что это начало сильного роста кто-то говорит что это просто дохлый отскок в общей ситуации не ясно и нужно просто смотреть за ценой и действовать по ходу движения цены то есть предпринимать какие-то решения а важный момент сейчас аккуратно с фьючерсами аккуратно с плечами вы старайтесь сокращать какие-то риски потому что рынок сейчас очень непредсказуемый никто не знает что там будет происходить у нас анчейн метрики показывают говорят забыть и ситуацию что сейчас должен быть какой-то супер рост а но тем не менее может что угодно сейчас произойти может какой-то еще черный лебедь у нас покажется и рынке сольются в общем ситуация такая накаленная принципе есть страх как говорится нужно покупать на спорте можно частично уже конечно же и по текущих под накупать я согласен но всегда не жить и кэш случае если будет вообще какой-то крах или там цена уйдет за 27 на 25-24 такой сценарий нельзя исключать а просто все в рамках риск-менеджмента думайте головой и все будет хорошо значит кому видос понравился ставьте лайк пишите комментарии а подписывайтесь на канал и пока